И вернулись мы в континентальную лигу, и у нас набирает только обороты на самом деле международная панорама, и дальше Зачок будет делать выпуски, поэтому если вам понравилось, обязательно проголосуйте, так сказать, за нее лайком на ютубе, не забывайте про наши социальные сети, все записи любых викторин, либо передач, либо той же международной панорамы вы можете найти на нашем ютуб канале. Ну а пока что мы возвращаемся обратно на трансляцию, где нас ожидает четвертый матч, четвертая встреча сегодняшнего игрового дня. Control Play Team против Unicorns of Love. Вот такая вот у нас вишенка на торте, сегодня под концовку ждет. Но здесь, на самом деле, несмотря на то, что все достаточно очевидно, да, есть Йолы, которые здесь, вне зависимости от того, в какой они форме находятся по комментариям того же мидлейнера команды Крокраут, они, тем не менее, фавориты. Что можно сказать про Control Play Team и про их форму нынешнюю? Зачок. Я могу сказать, Паш, что нужно обязательно Степана будет позвать на кто-нибудь, на аналитику к нам, потому что тебе будет говорить Степан, Степан Грабик, будет очень забавно. Что по форме? По форме пока Control Play это такие прям самые-самые даже несвежие, я даже не знаю, как сказать, то есть это команды, которые этот сплит, нужно работать именно над базовыми вещами, надо всем вот этим вот, короче, выстраивать и к следующему сезону уже пытаться претендовать на топ-4. Я думаю, что в этом сезоне уже шансов нет, с учетом того, какое начало было. То есть у Беги как бы все есть, но нету хорошего такого мощного лидера, который скажет, как им надо закончить правильную игру. Вот Dragon Army там есть свои приколы, мы сегодня видели, в принципе у них ребят как бы уже старенькие достаточно, некоторые, есть опора. А вот в команде Counter Play Степан, ну нет, я думаю, что Степан такой больше аркадник, да, вот как раз Степану нужен какой-то, может быть, папик или, знаешь, там, старший брат, который, знаешь, зовет тебя на дело. Он говорит, пойдем со мной. А в силу молодости Степан такой, да, поехали вместе. Ну вот как-то так. Тем временем Фраппи застеснялся у нас. Вообще приятно видеть вебки на наших матчах, это хоть какое-то включение к игрокам. И я почему обратил на это внимание, у Фраппи на стене плакат Эминема висит. Вот если у, по-моему, у Мутанта там ковер и иконы, то вот здесь вот, пожалуйста, такие предпочтения у нового французского AD-шника команды Unicorns of Love. Про Unicorns of Love, Вандер, что можно сказать про этих парней и про, кстати, те же самые комментарии, что ребята сейчас, очевидно, не в пиковой форме. Много игр, которые мы смотрели в их исполнении, были и правда, так скажем, не самые уверенные в их исполнении. Слушай, ну я не думаю, что прям что-то было прям неуверенное. Я не думаю, что они хоть на секунду подумали, что они могут какую-то катку проиграть. Но понятно, что они очень сильно трайхардили в прошлом году, потому что у них была цель как раз закончить с нулем поражение регулярку и так далее. То есть, да, там 20-0, где они не получились карты в финале, они отдали, но ничего страшного. Суть в том, что, ну, а зачем им сейчас упираться? То есть, зачем упираться на вот эти 14-0, выкладываться в каждой игре, если можно спокойно поиграть, найти там, наработать какие-то фишки, притереться друг к другу очередной раз, потому что понятно, что кто-то долго не играл. И уже к плей-оффам выкатиться, имея там 12-13 побед, не напрягаясь, зная, что в любой серии ты будешь там 3-0 фаворит. Вообще, это имеет смысл, и вспоминая чемпионат мира, когда на сам ЧМ парни приехали не просто заметно уставшими, а уже прямо вот, ну и не особенно-то и хотелось, может быть, такой подход, наоборот, и лучше, и правильнее. У них хватает... Не хотелось. Ну, они прям очень уставшие были на World's. Это не значит, не хотелось. Побеждать не хотелось, тут все же дело в... Ну, побеждать, побеждать и нельзя. Мне кажется, побеждать было можно, и дело было в первую очередь именно в их усталости, и они точно не играли на свой максимум, но на самом деле это уже обсуждали миллион раз, и у всех свое мнение осталось в конечном итоге, и сейчас мы, думаю, не будем продолжать эту тему обсуждать. В любом случае, сейчас, очевидно, они, опять же, не играют там как-то плохо, ни в коем случае не подумайте, они играют отлично в сравнении с другими командами из континентальной лиги. Просто, наверное, в первую очередь, рейтинг ожидания от них всегда другой, от них ждут просто идеальные игры по сравнению с такими командами, как, например, Control Playteam, с кем они сегодня играть и будут. С чего, знаешь, вот в целом ждем мы от Unicorns of Love? В принципе, мы и большинство понимают, что Unicorns выиграют сезон, да, как и G2 выиграют сезон, как и Damwon выиграют сезон, как и EDG, да, Wander выиграет сезон в Китае, с помощью всех нет. Мы смотрим на Unicorns, и почему мы, допустим, цепляемся за ошибки, там, против Dragon Army, против Gambit, там, против еще кого-нибудь, там, против OBG, там, в средней стадии чуть подвыбросили. Мы цепляемся не потому, что мы думаем, что это их ослабляет сейчас, и они не выиграют сезон, нет, а потому что мы, как бы, матчи сейчас и то, как они играют сейчас, что они тренируют, как они играют сейчас, перенесут это на арену международную. Потому что если они неуверенно играют в своем сезоне, и при этом все равно побеждают, кто-то может сказать, то зачем им трейхандить, если они все равно выиграют. С одной стороны, да, с другой стороны, тогда вы приедете на международную арену, и, то есть, вы там будете начинать трейхандить, да, то есть, в целом, игра ваша начинается там, а здесь вы уже и так прошли. А если они, допустим, не то, что стомпят сезон, да, а мы видим, как они четко побеждают, есть четкие драфты, четкие, там, герои, вот там не было Лилии в гранд-финале прошлого сплита, на Чемпионат Мире мы ее увидели, там, ну, один раз и то, там, когда уже ничего не решалось. А почему? А потому что считали ее не сильной, или не хотели, или не успели, вот, и, знаешь, так по крупицам мы можем нацеплять и, в целом, предугадать форму, с которой наш сильнейший коллектив поедет на, собственно, МСА, например. А что насчет, там, сейчас не в пиковой форме, да, разные причины есть к этому, начиная от того, что они не должны быть в пиковой форме и заканчивая тем, что, знаешь, могут брать опять и тестить новый стап, и как Номан Стап в интервью говорит. То есть, не играли никогда с Серафиной, решили взять. Ну, вот, матч был очень близкий относительно, да, то есть, вот, нам сказал Картэ, что не особо был близкий. Но, казалось так, что вот еще чуть-чуть, и душа, еще чуть-чуть, и вообще Юникорны проиграют, поэтому проиграть они могут. Вопрос, когда это случится? Сейчас? В плей-офф один матч? В гранд-финале один матч? Или уже на МСА? Это такая вот... Ведро воды такое, давай. Полотенце. Нет, на самом деле, это абсолютно правильное рассуждение. Если вспоминать прошлый сплит, там тоже были матчи, где Номанс, не играв на Галлио, там, два или три месяца, берет его, и они выигрывают, в принципе, без каких-либо проблем. Да, там был какой-то небольшой дезреспект как раз с точки того, что они тестят на официальных играх какие-то интересные задумки. Они с Ноктюрным Гамбитов выиграли в финале, при том, что Ноктюрный они этого вообще ни разу не брали на протяжении всего сплитая, в скримах его тоже вроде как не выкатывали, по словам Ананасика. Поэтому, да, может быть, за счет как раз вот этих вот тестов у команды Control Play сегодня будут какие-то шансы. Но нам не приходится говорить даже о тех 0.49, о которых мы говорили в прошлом матче, которые, кстати говоря, в итоге сыграли. Вандерфул. Пока что твои прогнозы со статистикой с исполнением команды Гамбит не срастаются немножечко по итогу. Но здесь в процентном соотношении какой ты прогноз дашь? Какие шансы есть у команды Control Play, даже если они есть? Никаких прогнозов, Павел. Вот это хороший, правильный ответ. На самом-то деле, единственное, мне кажется, возможное в твоей ситуации, особенно после прошлого матча. Но, тем не менее, что нужно им сделать и какие цели они будут преследовать в матче против Unicorns of Love, по твоему мнению? Ничего не надо делать. На второй неделе они выглядят в разы лучше, чем на первой, потому что они начали напоминать какую-то команду. Если они сделают сейчас такой же скачок, то они уже сильнее, чем Рокс и Вега, например. Или еще скачок, уже можно и там с драгнадом бороться. Ну, просто понятно, что с такой скоростью они прыгать не будут, потому что с нуля до середины прыгнуть довольно просто. А вот вопрос уже как на следующий уровень выйти. Ну, вот, поглядим, как и мета на них новая скажется, будет ли у них новая мета, или будут они продолжать там на своих Хикаримах играть. Ну и... Главное, чтобы пытались, старались, и грустно им не было, когда они проиграли. Если можно, пока у нас нет драфта, давайте еще раз посмотрим на составы команд и обсудим вообще в целом игроков. Расскажем немножко поподробнее о том, что это за ребята. И, наверное, в первую очередь хотел я сделать акцент именно не только на Степане, да, его все прекрасно помнят и знают, но и на леснике команды ControlPlay, Билли Магуайр или Булли Магуайр. Зачок, расскажи про него поподробнее. Паш, ну ты так, конечно, я, конечно, эксперт в некоторых областях, но не настолько. Я, собственно, слышал, я уже в начале до Сплита рассказывал, и сейчас могу повториться, я о нем практически ничего не слышал, кроме того, что мне рассказал Кейси перед Сплитом. Это то, что лесник, достаточно коинфлипный, коинфлип подброс монетки, то есть либо он прям стомпит катку в Солоку, либо не стомпит, играет там 0.12 вообще спокойно для него, как рассказывал Кейси. Брал 750 ПТС, что очень много, прям очень много, но перед началом этого Сплита, может быть, сейчас уже чуть поднялся, упал в Д1, и там немножко подзастрял на какое-то время. Поэтому из этого всего мы можем сказать, что игрок агрессивный, хочет играть, прям ганкать, а не фармить. И по первым матчам было видно, что там 2-х и даже 3-х из 4-х он сыграл очень неплохо. Там был на Хикариме у него 2-0-3, прям хорошая ранняя стадия. Пока к нему претензии, если вот брать с того Кейси, то про коинфлип, пока этот коинфлип работает в пользу, в плюс. Он не выбрасывает катки, а больше пытается на стабильность поиграть. Кого-то еще кроме Булли Магуайра среди игроков команды Control Play и помимо Степана, потому что его мы все прекрасно знаем. Это опять ко мне? Джанглеры тоже зовут Степана, судя по всему, судя по графику, которая у нас была. Потому что это вообще вопрос, к кому ты обращаешься в такой момент. Много там Степана. Да тут не надо никого выделять, им главное команда играть. Потому что сами по себе, понятное дело, что игроки уровня, наверное, все-таки не Юловского и не даже, условно говоря, Гамбитовского. Но вопрос в том, что можно темплеем подгрызть, заработать 10-15 убийств за игру. Это самое главное для них сейчас, потому что фундаментальных вещей не хватало на старте. На второй неделе было лучше. Так что выделять отдельно мы такой демократии не будем. С другой стороны, мы можем вспомнить в целом их путь, потому что это, да, можно сказать, у них мало опыта, но Вальхала как минимум уже появлялся на наших экранах. Он был, если я ничего не путаю, зачок поправишь меня, в М19, да, он был в сплите еще когда был оффлайн. То есть он еще и на студии успел поиграть. Да, и я даже больше скажу, насколько я помню, Вальхала выходец из проекта Future Perfect. И, собственно, он был там. И, насколько я помню, Вальхала там был, так сказать, не S-тир. То есть когда Future Perfect раскидывали ребят, кого-то в Европу отсылали. Кого-то в СНГ. Вальхала был не S-тир, но S-тир игрок, я уже, к сожалению, не помню, кто это был, он не смог играть по каким-то причинам. И вот как раз Вальхала был вторым после. И Вальхала попал в М19. А тот игрок, которого, собственно, о котором я сейчас говорю, я не помню, Ник, он играл на Калисте в Open Cup, и потом я его еще хайпил. И я говорю, почему? А он не мог. Вот так вот. У меня есть немножко информации и для вас, мои дорогие коллеги, и для зрителей, потому что у нас матч немножко задерживается. Я уже подумал об этом, об техническом. Матч задерживается, но эта информация тебя еще сильнее обрадует, потому что в таком серьезнейшем матче против самого сильного соперника в континентальной лиге опаздывает команда Control Play Team. По какой конкретной причине, я, конечно, вам сказать не могу, но из-за опоздания у них еще и минус бан. А играть против Unicorns of Love с минус баном, ну, ребятки, это, конечно, многообещающе. Играть против Unicorns of Love с минус баном, это как играть с тремя банами. Я, в принципе, ничего не изменилось в целом. Можно вообще так-то без банов поиграть, потому что оставить все. Оставить все. Блайнд пик. Да, блайнд пик, как в Корее, знаешь, вот в ОГН было. Пятый матч в серии Бо-5 всегда блайнд пик. И там два Шена, две Ювелины, две войны и поехали играть. Как раз это, знаешь, вот этого бы не хватало. Вообще против Unicorns, знаешь, можно вести такую. Команда из нижней четверки играет блайнд пик против Unicorns. Знаешь, поехали на все дело, рок-н-ролли просто. Причем зеркало играет. Не просто блайнд пик, просто зеркало. То есть теми же самыми, вот вам. Ну, это можно будет взять. Можут еще задрафтить наоборот. То есть команда из нижней четверки пикает для Юо. Можно будет эту идею взять на шоу-матч какой-нибудь в формате All-Stars или просто шоу-матч для наших лан-финалов. Павел, тогда вопрос сразу. Сколько шоу-матчей за сезон играет команда Unicorns? На самом деле, если вспоминать прошлые сплиты, у нас, по-моему, единожды участвовали игроки, да? Среди голосования, правда, отобранные. Не весь состав, не фулл состав. Но если правильно прочитать между строк твой вопрос, то, наверное, по количеству команд в континентальной лиге. И только потом, когда они выходят на международную арену, они начинают отыгрывать официальные встречи. Или они продолжают играть в шоу-матч? До какого периода продолжают Unicorns of Love играть в шоу-матчи, по твоему мнению, Вандер? Нет, это вопрос. Вот ты мне расскажи. Например, матч All-Stars Sports. Это шоу-матч или нет? О, тут, я думаю, Зачок с удовольствием ответит. У него, прямо даже знаю, у него есть несколько вопросов по отношению к игрокам команды Unicorns of Love по итогам этой игры. Я думаю, что это не шоу-матч, это такой скрим, знаешь, прям. Не скрим, это вармап. Вармап для топ-спорт. А последний, а последний против отец. Вичем и КС-1, это шоу-матч. А вот как раз-таки против FlyQuest, где Нованс играл на своем любимом КС-1 против Войны. Это был мне шоу-матч, это было такое, знаешь, это было, иногда я иду в магазин, многие ходят в магазин, и возле магазина есть такая площадка, и иногда там приезжает, ну, собственно, цирк, и вот это было как раз-таки билет, и самое, что главное, билет бесплатный. На самом деле это все смешно, но я видел это изнутри. Ладно, мы уже зашли так глубоко. Подожди, если последняя была цирк. А первая против Рениктона, это что? Вот, понимаете, если мы так глубоко копаем, Паш, вот есть предмет Грань Бесконечности. Так. Я беру тебе, Паш. Знаешь, что делает его пассивка? Может, не стоит зачок? Нет, надо, Паш. Ну, крит, крит, добавляет крита Грань Бесконечности. При каких условиях, Паш, надо... О, господи. Что значит при каких условиях? Ничего страшного, Паш, смотри. Когда у тебя 60% крита, ты усиливаешь свой крит. А, да, да, я понял о чем ты. Вот я смотрю стрип Ломензе, он играет на Кейтлин, и вторым предметом появляется Грань. Ну, это что не имеет смысла, и поэтому Грань Бесконечности собирают третьим предметом. Это я помню, да, я играл на Кейтлин несколько раз. И вот я пишу Номас, Номас. Почему? Зачем ты собрал предмет? Он же не работает. Номас открывает инвентарь, значит, смотрит на предмет, резко закрывает инвентарь, говорит, какой-то плохой гайд посмотрел, после игры выходит, заходит в магазин, ну, вы уже в клиенте, смотрит, а говорит, ну да, что-то не то, понимаешь? А самое, что интересное, две недели назад я точно так же смотрел в стрим, и он на Кейтлин делал то же самое, тоже вторым предметом собрал Грань. У меня теперь два скрина с Кейтлина в разницу в две недели после пачи. И понимаешь, как бы... Что? Дмитрий, у тебя не получила хорошая память. С этим все понятно. Знаешь, это СНГ-игрок, но мы смотрим ЛЕК, и там Мунда покупает Турмейл. А Турмейл, ну, 60%, да, из-за чего Турмейл вообще-то собирает, работает только от контроля. У Мунда есть только замедление, от замедления этих 60% не пробует. Вопрос, зачем ЛЕК уровня Лесник собрал Турмейл? То есть, хорошо, то есть, таким интересным форматом зачок подводит к тому, что мнение о играх команды Unicorns of Love можно спроецировать на любые матчи любых команд, вне зависимости от того, ЛЕК это ЛЦЛ, и это будут шоу-матчи, в зависимости от вашего восприятия. Потому что, потому что если вы вот настолько вкратчиво всматриваетесь в личные стримы Номанза и находите у него грань на Кейтлин вторым предметом, то тогда это шоу-матч. Ну а если вы просто пришли посмотреть матчи и не особенно готовились, или не особенно вкратчиво были при просмотре, то вполне вероятно для вас это будет настоящим событием, настоящим прям ПВП. Но я могу сказать вам, как это было изнутри, потому что ребята были очень расстроены. Я вам больше чем скажу, ни матч против FlyQuest, ни матч против TES и Sports, они не воспринимали как шоу-матч, они шли туда за победой, может быть, разве что не с самым спортивным настроем, потому что у них были такие шутейки из разряда вот на следующем чемпионате мира мы обязательно сможем. Но они шли туда побеждать. И то, что у них не получалось, да, не получилось, я надеюсь, что в следующем году обязательно получится. А знаете, что я еще надеюсь? Вандерфул и зачок. Так? Что у команды Control Play обязательно получится сыграть хотя бы против Unicorns of Love, ладно, там, неважно, победить или показать лучшую игру. Павел, мы же можем узнать, получится у них или нет, правильно? Да, я жду информацию. Регламент, например, открыть. По регламенту, если я ничего не путаю, у них есть там что-то около 10 минут, но... 10 минут мы уже шоу-матч обсуждаем. Да, мне говорят, что всего 15 минут у них есть с учетом всех условий, поэтому у них уже есть... В общем, Control Play были бы в плюсе, если бы матч игрался на лане, я понимаю, потому что если бы мы использовали студию, то, естественно, Control Play то суться там на заднем дворе, поэтому... Там, где когда-то Кира, если вы вдруг помните эти фотографии, играл на гитаре в окружении Эдварда и его прекрасной собаки, там сейчас тусуется как раз команда Control Play, но единственное, что, если я ничего не путаю, Control Play не играют... Именно оттуда они играют по домам, прямо сейчас. Тем временем нам показывают лица игроков команды Unicorns of Love, и у меня есть немножечко дополнительной информации. Unicorns of Love согласились дать дополнительное время команде Control Play, и поэтому у них есть еще целых 8 минут на то, чтобы успеть добежать до своих рабочих мест, так сказать. И все-таки начать эту игру. И, конечно, хотелось бы, чтобы они не доджили такой большой матч. Это, вне зависимости от того, какой серьезный соперник, это хороший опыт. И даже вот, может быть, если им и будет больно, да, против серьезного соперника играть, но этот опыт бесценен. Как думаешь, грачок? Вообще, важно, знаешь, вот узнать, кто опаздывает. Знаешь, кто из игроков вторую неделю уже лишает свою команду минус-бана, а потенциально сейчас и лишит не только свою команду минус-бана, но и нас со зрителями игры. Понимаешь? Вот это уже неприятно. Ну, я уточню этот вопрос, во-первых, во-вторых, уточню, нужно ли это озвучивать, потому что, конечно... Потому что мы не будем все-таки... Да, да, потому что нравится тут линча в прямой фильме, поэтому именно стоит так делать. Согласен абсолютно. Абсолютно нормально там вообще? О, хорош фраз, смотри! Красавчик! Вот так вот нужно, на самом деле. Он мне кажется, конца, пока команда контролплей. Мне кажется, он дает просто пример своим тиммейтам. Вот что нужно делать. Решком, смотри, четко-четко. Вообще. 19-19 лет. Этот человек просто... Просто гений, ровешь. Да, красавчик. Но если бы он был из России, было бы понятно, почему он такой спортсмен, но... Ладно, контент контентом. Но, ребят, у меня есть еще одно небольшое обновление. Мы в любом случае, я надеюсь, посмотрим этот матч. В случае, если не успевают игроки команды контролплей, то, конечно же, они будут получать техническое поражение. Но мы узнаем ответы на все эти вопросы только после небольшой паузы и рекламного ролика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Я думаю, что... Вот смотри, в Unicorn слишком обоснованно ЧСВ, да, игроки? Потому что там уже много чемпионов... Нет, ну Пашка, понимаешь, Ликрит в своё время был ЧСВ. Ликрит в своё время был ЧСВ, но он был обоснован ЧСВ, потому что он реально керил, и на международной арене тоже керил. Поэтому он мог и подфлеймливать, что он и делал, и он мог там, да, что угодно делать дальше. И вот здесь, например, то же самое. Поэтому Сантос всегда не хотел играть на утилити, и всегда был Зол, когда его заставляли на этих чемпионах играть. Барт не в счёт, потому что Барт совсем другой герой. И Номанс то же самое. Номанс не хочет саппортить для... там, будучи там гаджет раньше, или там ананасик босс сейчас. Нет. Номанс — это такой керри, дайте мне кунтерпик, дайте мне хороший матчап, дайте мне ганг, и я уже потом соберу гранитарным предметом. Поэтому Серафина для этого коллектива вопрос, потому что Номанс на ней играть точно не хочет. И Сантос на ней играть точно не хочет. Если кто-то и будет, то, значит, этот игрок провинился, и он наказан. Я думаю, что Фрапи опять возьмёт просто удар на себя. Раз уж гаджету приходилось брать всякую дичь, придётся теперь нашему французскому другу делать то же самое. Но Серафин запалили, хала небеса. Гаджет был громоотводом, да ещё и очень хорошо позволял флексить некоторых чемпионов, за счёт чего усложнял драфт против Йолу. Здесь же... Иногда слишком хорошо флексить. Тоже правда. А, вот так. Это интересный бан вообще. Бан Север. Это значит, совсем не хотят играть на утилителе. Потому что на Север ты не хочешь брать в Изреаль прям прям в прямую, потому что если там, например, карма какая-нибудь появляется, на которых, скорее всего, в следующем патче будут больше играть, то тебе не хочется там стоять вообще после, там, второй минуты. Есть джин, можно джина какой-нибудь бахнуть в Изреаль. Нельзя. Чего? А, да, нельзя. То, что это тоже забанит. Я смотрел на Севера, она меня прям очаровала своим взглядом. Смотри, она смотрит так Нэш... Вообще, и kill pressure над какой-нибудь. То есть, опять, у них есть уже... Есть Камилл под талию, то есть, это уже лучше, чем было в Геги. Есть у них Камилл под неё с Ignite, есть листар. Можно какую-нибудь тристану взять, на который сейчас больше пикают. Можно даже джинкс взять, джинкс с листар. Не сам плохой лейн, но рискованно, может быть. Оу, это у нас пока флекс. И если... Номанс, наверное, Галю будет играть, то это будет примерно второй Галю в карьере... В про-карьере Номанса. В прошлой Галю был то ли в летней сплете, то ли в весеннем один. Да ладно, он точно играл на нём до этого, не да? В предыдущих сезонах. А, ну точно играл. Когда мы говорили, что у него нет Галя, он взял и выиграл. А? Когда ещё М19 был раз, он не играл ни разу? Не-не-не, там даже вспомни, выпускали... Ну я помню, что Сантос... Я помню, что Сантос как-то они зафлексили в плей-офф, когда играли с Роксами. Ну ладно. Зай в итоге взяли, но... Есть килл-прешер на всех линиях, кроме мид-лейна. А, ну вот, кстати, для Ксадина фри-игра. Но Номанс говорил, что слабый Ксадин. Но фри-игра при этом. Тут вопрос как бы именно... Ну да, всё. Это ты во время его... Кстати, не прямых трансляций личных услышал. Вот, честно говоря, несмотря на то, что Лес Мид, да, приятный для Ксадина, но в целом, по игре, если Ксадин не будет сильно впереди, то Шая, Камила, это два очень хороших героя, которые Ксадина могут убивать. На вопрос, да, о том, что у нас команда новички, Counterplay, и команда уже чемпионов, по сути, старички и Unicorn, тут... А Шая, кстати, тоже не так просто против Ксадина, потому что Ксадин спайкается раньше. То есть ему не нужен даже level 16, а Шая до трёх предметов особо ему ничего не делает. Гиллфорс ей сильно не помогает против Ксадина. Так что здесь, конечно, сложно будет, и если, ну... Если вначале не просядут как-то, Counterplay можно поиграть, но иначе выглядит как... 25 минут. Вспоминая игры прошлого сплита и чемпионата мира, Номанс и там тоже говорил, что Ксадин не очень силён, но это не мешало ему тащить и керить. И показывает нереальные, конечно же, отыгрыши на этом чемпионе, поэтому сейчас в его руках очень сильное оружие. Посмотрим, как он им воспользуется и передаём слово нашим коллегам-комментаторам Юрий и Вадим. Спасибо большое, Паша! Это лучшая и худшая команда континентальной лиги. Без преувеличений, без громких слов так можно заявить, во всяком случае, по счёту. Если в доминировании Юолов над СНГ сценой на данный момент сомнений нет, то в Counterplay и их уровне игры сомнения были. Как они справились с издавлением новички, всё-таки новой организации, некоторые новые игроки. Но сейчас это уже всё неважно, потому что разогрев первых двух недель прошёл. Как ты считаешь, окей, в какой форме подходит Counterplay к третьей неделе? И это мы обсудим сразу в игре, Вадим, извини. Переходим туда и тут же, пожалуйста, вопрос тебе вот этот. Смотри, Counterplay, в принципе, они исполняют неплохо. Просто проблема Counterplay в том, что возможности игроков не соответствуют драфтам их тренера. Потому что он драфтит реально крутые драфты, да, там с Гангл Планками, с Грагасом и Яссо. Но пока что игроки не то чтобы готовы на этом играть. И если сейчас тот пик, который сделал им Му, будет работать, то, в принципе, у них есть шанс в этой игре показать нам что-то, да, какую-то борьбу хотя бы. Не то чтобы они обязаны эту игру выигрывать, оппонент не лёгкий, не простой, да самый сложный оппонент, который только может быть. И просто достойная игра, хорошая, ровная, от них будет очень круто увидеть. Игра только начинается, ребята, вторая минута, по позициям встают господа, Йола занимает позицию чуть более агрессивную. Санта стоит в кусте, тотем поставлен, всё Йола видит, что им нужно было бы видеть. Заходят на красное усиление, чистят тотем, control play. И будут забирать красное усиление, соответственно. Ну, а на нас будет делать то же самое, он начинает с красного бафа и не зеркальный немножечко роут будет, да, уличник, точнее зеркальный, и наоборот, да, Лили выйдет на бот, а Талия выйдет в топ-сайт у нас. И на самом деле нужно будет аккуратней быть ринектону, потому что Камила и Талия такая связочка, которая может и ваншотнуть тебя на третьем левеле под вышкой, особенно если ты пора сядешь по хп в ранних трейдах. Номанс будет номинально терпеть немножко против Азира в начале, но она нас нивелирует, вот знаешь, этот терпёж ранним заходом с красного усиления, потому что нужно помочь, кстати, КС-1. КС-1 тот чемпион, который хочет немножко комфорта в начале, он говорит, погладьте мне по голове, да, придите, пробейте моего мидера, дайте немножко воздух выдышать, я потом вам воздух и всем дам. Собственно, Анас это и делает, но Модзу чуть проще будет, хотя есть у Хан, который, знаешь, даёт какой-то щиток на Магрес, есть вот это Sustainability у КС-1, есть возможность получать меньше урона от магии, но это, конечно, на ранних уровнях не помогает, даже до 6 уровня, КС-1 уязвим, у него нет какого-то бурстового урона, он не может ворваться, а как раз Азир тот чемпион, который может постоянно пугать за счёт вэшки, за счёт кушки, и вот здесь Бюли Магуайр заходит на босса, тот пытается как-то выйти, протрейдится в крипах, не хочет выходить из крипов, играет с флэша, даёт хорошие ставки, не откроя кровь от босса, пытается засуществить рамуку, но это у него не выходит или выходит? Что это за монстр? Это два убийства от господина Владислава на верхней линии, вау! Это было страшно, если бы я был сейчас, не знаю кем угодно из команды Control Play, мне было бы страшно, я бы этого крокодила оставил наедине с Камилой и до конца игры, это просто катастрофическая ситуация, я не знаю. Ананас заходит в лес оппонента, встречает здесь ботлейнг Control Play и с помощью стерения фраппи и своего скачка выходит, засилив некоторое количество их спинок. К сожалению, наверное, для Ананаса, Айкей, уже, знаешь, патч не тот, а возможно даже год не тот, потому что раньше большой голем был всё, все остальные ничего, сейчас уже не так. Не, вы прости, Юра, мне кажется, вот ситуация на топе, она максимально удручающая для Камилы, давай проанализируем, да? Что сделал босс? Он выбил... Только команды перестанут драться на всех линиях одновременно, мы это обязательно сделаем, Айкей, но, к сожалению, на боте трейда на средней линии Номадс умирает Талия один на один. Кстати, странно, что он умер, не за респекцию он немножечко, видимо, Талию остался на линии. Так вот, насчёт босса, что он выбил? Он выбил Телепорт, Игнайт, Флэш Талии, да? А, нет, Флэш Талии он не выбил, он просто убил. Но это, кстати, странно, почему-то Леонид отфлэшил тогда, когда он убивал, и сделал два килла, получил ФБ при этом. Золотой топпер, получается, дня, я не знаю. Пока о Жоне ещё не собрано, поэтому о его драгоценности говорить рано, но, естественно, два убийства на верхней линии. Что тебе Рамуки делать, понимаешь? Что Рамуки делать? К нему пришли на ганг, убили его оппонента, тем временем его оппонент забрал ФБ, и в общей сложности два кила. Там, конечно, на ширине, кто не встал, вы уже понимаете? Так, игра остановлена. Фраппи спит. Слушай, ну, Фраппи уже позанимался, можно теперь и отдохнуть. Ну, я согласен. Что, ребят, пауза небольшая, мы скоро сообщим, по какой причине она произошла, как только мы получим об этом информацию, но на данный момент мы сами не знаем, 3-2 Йола ведут. Они, естественно, сейчас лидят, потому что то, что ставил босс на топе, просто невероятно. Два убийства взял, и тем самым он сам себя очень сильно разогнал. Значит, даже помощи никакой не требовалось. Как говорится, инвестируй в себя, короче. Вот ты всегда инвестируешь в себя, это самое правильное вложение. Тут другая ситуация, Кейс, смотри, на самом деле. Есть этапы, в которых надо разогнать топера, потому что топеры сильные, да, Редиктон? И вот как бы Лесник пришел в контрплейф, разогнал топера, он ему убийство дал, и еще и потом... А, ну то есть, да, му перед игрой, слушай, Билли, ты, пожалуйста, пойди на топ и разгони топера. Билли в игре, я разогнал. Я разогнал топера? Да, хорошо. Шутки шутками, шутки, шутками, конечно, очень, знаешь, здорово и детально знает свой матчап. И баланс игры, в принципе, босс, видно, что он попадал не раз в такие ситуации, в одиночную очередь, абсолютно точно. Потому что часто топеры грешат тем, что вот играют свои скримы, да, там, профессиональные все вот эти вот, там, игроки, самые топы. А потом заходят в дешнюю очередь и понимают, что, ну, хочется чуть больше подоминировать, да. Чувствуется, что вот в моей команде мне кавер лесник дает, а сейчас вот мой лесник с луку не дает, но я все равно же должен, да, как бы, заходить и приоритет брать. Так, грампа забирает, грампа. Телепорт выбивает, приехал ананас. Он вообще должен быть 0-2 уже, по идее, но вот на боте ему удалось уйти. Ну, ананас, получается, разогнал мидера. Получается так. Ну, на самом деле, аркадная очень игра, постоянные тимфайты. Возможно, такой игры мы и хотели от Control Play, как отмечалось вообще многими аналитиками, да, нашими, что Unicorns of Love, вот когда играет с командами, ну, послабее, чем они сами, они, в принципе, не против с ними аркадить. И они постоянно это делают. Босс атакует Рамуку. Рамука отвечает прыжком, но Кушкина стакана не было, а у босса 12 стаков конкурера, с этим стоит считаться. Хотя, конечно, Грасп от Рамуки, когда Кухан заряженный, ну, прям наносит очень много урона, вот этот вот удар. Когда дашь Кухан удар и заряжаешь себе удар с Граспом, помимо всего, там можно и отъехать через удар воспламенения. Да, и тут на самом деле есть такой момент, что вот К1 на миде сейчас стоит, и на него никакого давления еще нет. А К1 такая часовая бомба, да, и в любой момент может еще и пару киллов взять, потому что Номансов плохих матчапах способен это делать. И когда вы оставляете К1 на миде 1 на 1 с Азиром на миде, мне кажется, это не то, что вы хотите, в принципе, видеть себя в игре. Счет 3-3, Йола ведут всего 300 золотых, даже несмотря на чудо, которое сотворил босс, и если бы этого чуда не было, ситуация была бы вообще для них минусовая. Но К1 имеет плюс 7 крипов относительно Азира, и это достаточно неплохо. Но вот что Час сделал, Номас, например, я не понял, то есть он добил крипа, здорово, да, но как-то подбайтить хотел пацан, а у нас этой улиты нет, понимаешь, что что кастом попал, это не значит, что он слип повесил. Ну тут скорее была попытка забайтить Азира на его Шурима Шаффл вот этот вперед. Если бы он его делал, то подходил бы Сантос, цеплял бы его, и Азир бы уже никуда не уходил, если бы только не флешон, да, и то не факт. Что Шурима Шаффл? Это профессиональный тверд? Да, 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 это название, это название скала Азира, Шурима Шаффл, когда он летит. Я не знаю, как это на русском, если честно, но в английской версии так. Что ж, Ананас играет по Билли Магуайру, тот пытается выйти с шишки, откидывается заклинаниями. У Ананаса есть ли удар или нет, пока еще нет. Босс атакует Рамуку под ультой. Сможет ли Рамука выйти? Да пока не особо выходит, и босс тут сам справляется. Мне кажется, если босс чуть больше постарался, он бы Билли Магуайра поубил. Хотя нет, скачка у него не было. Хороший стан от Симсина. Грамотный Роум, но сможет ли его поддержать, объяснить команда Counterplay Team? Пока что нет, а вот Степан пока может. Касадид уже давно здесь. По Ананасу играет Билли Магуайр и забирает его. Одно убийство еще получает Counterplay Team. Однако тот самый Шурима Шаффл возникает, но, к сожалению, не успел сорвать... К сожалению, для Counterplay Team босс не успел сорвать агровышки. Играет с флэша. Сейчас мог бы много урона себе нанести и хп восстановить. И красиво Номанс забирает Степана. У того скачка уже не было. И погибает Степан. Номанс забирает убийство. 6-4, Юола впереди. Да, это как раз таки тот момент, когда Номанс получает вот эти киллы случайные на карте. Из-за того, что, когда вы играете в такую агрессивную игру, да, против Юол, неважно против кого, важно помнить, что вы все-таки при этом играете еще и против Касадина, а Касадин любит вот такие вот аркады, когда вы лишний раз зайдете куда-то под вышку, он получит килл. Для него это очень круто, потому что в аркаде он чувствует себя неплохо, и ему это даже нравится с какой-то стороны, потому что героя, в принципе, сложно доскейлить, а такие вот лишние киллы ему очень сильно помогают. Хорошая драка от Юолов. Хаос, конечно. Возможно, не то, что они всегда хотят делать, но босс со своими двумя киллами как бы купил, понимаешь, себе второй Доран Пикахс и длинный меч, что позволяет ему вот, что позволяет ему в таких драках вообще участвовать. Поэтому в итоге этот хаос, даже несмотря на хороший прокаст от Билли Магуайра по Ананасу, закончился счетом 6-4 получением двух приятных для себя убийств, плюс синего усиления для Касадина, если не ошибаюсь, правильно? Сантос успевает подцепить немножко Симсина, тут комбу прожимает, играют по Вальхалле, а он-то шестой, а вот пятый как раз-таки Алистар. Возможно, именно эту цель нужно было приоритизировать Ананасу вместо того, чтобы подопрягать АДшника, однако выбил он скачок и очищение, что в перспективе будет очень позитивно. Да, и тут драконы сразу начинают для себя забирать команду Юникорнсов Лав, скорее всего, это объект точно будет их, он уже ими забран, никто контестить его не может, но Билли Магуайра в это время забирает Герольда, что, в принципе, для него будет хорошим разменом, если сейчас босс-трейф вообще не убьет, тут я боюсь, честно, этого Рениктона. Я Рениктона боюсь всегда с потрошителем на 10-й минуте, особенно когда у него 4 убийства в ранней стадии игры. И никнейм босс. Нет, босса я боюсь и без потрошителя, понимаю, что это проблема, и даже не за Рениктон. Мне кажется, если бы вот команда Control Play вначале боялась босса так же, как и ты, этого бы не произошло сейчас с потрошителя, может быть, и не было. Может быть, да, может быть. Еще один уровень получает босс, вот 9-й уровень, на данный момент самый высокий на карте, наряду с Номадзом. У Номадзо уже есть потерянная глава с каплей Доран щитом, темная печать на стакана на 3 заряда, есть ботинок, то есть старт лев получил отличный на своем Касадине. И, естественно, доминация Касадина над Азиром по крипам – это что-то с чем-то невероятное, а как бы такого, по идее же, не должно быть, наверное. Ну, скорее всего, один как босс бросил 3 ранжа и просто пошел на Рамуку. Ну, понимает босс, что ему в этом матчапе не нужно формить, потому что в ситуации, когда два этих персонажа просто формят, Камила будет полезнее и сильнее, поэтому босс как бы, ну, готов скипать этих крипов, чтобы не давать получать крипов как раз-таки Камиле. Да, да. Будет ли дайв Рамуки здесь вместе с Сантосом? Это дайв, если прямо сейчас Рамука не выйдет, вот прямо сейчас ему надо жать Ешку, если он этого не делает, он умирает. Ну, все, полно. Шай играет здесь Сантос и не успевает Рамука здесь ничего нажать. Он-то с Игнайтом у нас, а не с очищением, поэтому босс получает еще он для себя убийство. И фиолетовые ручки Билли Магуайра от бафа и Герольда, конечно, не помогают справиться с этой ситуацией. Более того, сейчас вообще, возможно, пачка будет задинайна на топе, потому что, возможно, туда даже не имеет права Рамука нажимать телепорт, или он погибнет еще раз. Однако Сантос выходит, это видит Рамука. Нет, он не выходит, он возвращается сразу обратно, и Рамука точно теряет эту пачку, он не жмет ТП. Единственное, куда он может нажать его, наверное, сейчас мид-лейн, чтобы помочь Степану. Да, действительно, я согласен. Азир встревает, атакует ему Номадс и Ананас, кидает слип, Билли Магуайр не смог помочь, прилетает тут же Сантос, появляется как герой практически, и мало того, что босс уничтожает вышку на топе, так еще и среднюю линию еще разгоняют, лишняя Сискаса 1, у 8-4. Супер чувствует себя Номадс, и очень сильный на данный момент босс, ждем его сияния в драках при смещениях. Да, тут на самом деле Рамуку дал очень позднее ТП, надо было ему чуть пораньше это делать, потому что там он дал ТП уже, когда Лилия заслипала Азирой, он уже точно умирал, и после этого то, что ты сдаешь телепортацию не особо помогает. Не то чтобы это помогло, наверное, даже если бы он сразу нажал. 3000 золота преимущество Йола, Рамука возвращается на верхнюю линию, там находится босс, я на месте Рамуки бы не атаковал босса, не атакуем, как говорится, окей, защиту позиции занимает. Я думаю, потому что занять именно защитную, самую пассивную позицию, которая есть, и надеяться на то, что босс даст тебе, так сказать, что босс не захочет поменять твою позицию на ту позицию, в которой ты должен будешь с ним драться, поэтому... Не знаю, не знаю. Надеяться на то, что босс не предпримет достаточные усилия, чтобы поставить тебя в ту позицию, в которой ему будет удобнее делать то, что он захочет собой сделать. Снести бы, получается. Минуты сорок до дракона, извините, господа. 3000 золота есть у Йолов, есть небольшой баф от дракона, инфернального, что, конечно, приятно, но это далеко не самое здоровское, чему рады сейчас Йола. Больше всего они, конечно, рады двум факторам. Это боссу и это Номонзо, который фармит, у которого все в порядке на линии. Тебе, значит, я сейчас представил ситуацию, в которой вот Вальхалла стоит, он сейчас не нажимает тап, он просто фармит и такой думает, блин, ну я, в принципе, не сильно отстал, у меня все сейчас хорошо на шае, можно сейчас выйти в тимфайт, а потом он нажимает тап и смотрит на босса после этого. Мне кажется, нужно еще пару минут скейла. Так, босс. Босс играет по билю Магуайру и, кстати, не добивает его, всего лишь убивает скачок, он будет, возможно, рассержен. Потрошитель ты нажал хотя бы? Думаю, что должен был. Не, нажал, нажал, там был потрошитель. Угу. Ну, сейчас без тирана надо немножечко подчилить и успокоиться, потому что можно его и убить, да? Хотя даже без тирана, наверное, его очень тяжело убить сейчас будет. Я боюсь, что... Я боюсь, Окей, что сейчас босс наиболее уязвим в игре. Он больше никогда вот настолько уязвим, как сейчас не будет. При всем при том, что он до сих пор даже без тирана может двоих убить. Ну, тут ты понимаешь, что вот босс уязвим, а тут уже ананас подходит, потому что понимает, что босс сейчас уязвим, его могут попробовать убить, и с ананасом это точно не получится сделать. Да? Очень забавно, на самом деле, и круто смотреть, как команда Unicorns of Love реализует свои вот эти сильные стороны и понимает, когда, допустим, рейнектон слабее, чем он должен быть, да, когда находится в такой вот позиции на топе. Что ананас понимает, что у него рейнектон даун 5-1, но все равно ему сейчас нужен кавер и идет и каверит его. Атакует босс верхнюю линию, он до сих пор очень силен, даже без тирана и без скачка, особенно когда подходит рнас, и глушение играют по нему, и будут пытаться рамуку забрать. Однако успевает рамука забрать за собой ананаса, который не мог поражать скачок, повлиять никак не мог на ситуацию, потому что в него рамука ворвался, и, конечно, хикстейковый ультиматум не позволяет вам перемещаться в нужных вам направлениях, но это все не важно, потому что до сих пор это очень сильно в плюс. Команды Unicorns of Love, они забирают верхнюю вышку, они динают фарм рамуке, и Номад здесь немножко подстрял. Казалось бы, втроем на него напали, но прилетает опять же Сантос, опять героически появляется, и Фраппи добивает вместе с восполнением Сантоса. Оппонента еле-еле выходя на лимитах, приятная игра от Unicorns of Love 10-5, и преимущество возрастает до 4500 золотых. Ладно. Хорошая была, на самом деле, улетал от Азира сейчас, отзонил он Сантоса, Сантос не смог никуда выйти после этого. Тем временем, на самом деле, на таймере у нас 11 часов, и это 11-й левел у Номанзо, по Герольдам уже 2-0. А хотя подожди, подожди, первого Герольда забрал Билли Магуайр же, да? Но он никуда его не выпустил. Или выпустил? По-моему, он никуда не выпустил его. Не нашел момента, и на топе, по-моему, он умер сейчас, ну, тогда от Каз-1 или от кого-то, и не получилось вызвать Герольду. Ну, ты знаешь, вот этот вот момент с Герольдом, да, когда тыкается на экране фиолетовым цветом мигалочка, а он и всегда помогает, потому что у меня в половине случаев, когда появляется вот этот значок, я в этот момент мертв, еще секунд тридцать, и не могу использовать Герольда так, как хотелось бы, потому что, как бы, это трудно сделать как в таверне. Да, это правда, и а на нас, на самом деле, сейчас выпускает такого тоже неплохого Герольда, да, если говорить о Герольдах, и этот Герольд точно должен ударяться только лишь в Т2, в Т1, он не должен ударяться. Ударяется пока что в Т1, атака по сим-сину, Степан использует свой ультимейт, тем временем идет еще и телепорт от Касадина, который тоже не хочет пропускать этот фестиваль, атакуя Билли Магуайра, он наносит ему практически критическое количество урона, однако она нас с помощью кары и своего прокрутого делает даблкил, забирая жизнь еще и Люсника. Команда Counterplay Team Герольд успел удариться в центральную вышку, но не фатально ее судьба на данный момент, пока около четверти здоровья у него все же осталось, поэтому Юс спокойно выходит. Или не выходит, а продолжит драться. Это зависит от Рамуки. Не, Рамука, мне кажется, один точно не должен ничего делать, потому что ему сейчас на самом деле даже выходить под Т1 опасно. Тут Сантос, и мы помним, что случилось с Рамукой, когда он не зареспектил Сантоса и остался чуть дольше, чем должен был. Поэтому в этот раз он такой ошибку не делает. Хотя, ну это странно достаточно. Ну атакует Рамука, видишь, и в спину босс прилетает, говорит, ты же, друг, стоп-стоп-стоп-стоп, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Мне кажется, я не разрешал тебе занимать эту позицию. Слушай, да, ну вот кара здесь прожимается, однако ищет позицию Сим-Сим, но в то же время Фраппи атакует Рамуку, и, возможно, даже задуэлит его. Оооо, а что здесь? Так, Фраппи. Что сделал Фраппи? Зачем он нажал скачок и умер от Рамуки? Так, Юр, подожди. А ты вообще видел Фраппи до этого момента в игре? Я видел Фраппи, но то, что он сделал сейчас, это было очень грубо. Прям, может, не знаю, слишком сильно расслабился или отжимался много раз? Возможно, мне кажется, он просто задисреспектил тот урон, который может выдать Камилу из кушки, заряженный и с охваткой нежити, как раз таки на 100. И мы возвращаемся, дамы и господа. Простите за небольшие технические трудности, но они уже решены. Вот такой вот суббурный день с разных сторон получается, но все равно мы доведем его до конца, и все равно матч будет сыгран. А это самое главное, ведь ничто не помешает игрокам выяснить, кто же из них сильней. Это правда, и даже ульта Нактюрну в нашу трансляцию не помешала нам восстановить соединение. Поэтому я думаю, что скоро мы вернемся в игру и увидим, что будет происходить дальше. Да я думаю, прямо сейчас вернемся, вернемся или нет? Как думаешь, Оки? Сейчас вернемся, друзья, сейчас вернемся. Сейчас скоро мы прямо уже приоткрываем занавес. Что с тобой? Алло, Юрий, что там с игрой? Алло, алло, в игру. Алло, в игру. Переходим. 13-7 Йола ведут, забирают дракона. 2-1 драконный счет, 5300 золота преимущества Йола. И они по всему вообще тому, что происходит, особо как бы не стремятся проигрывать, даже смотря на то, что Фраппи сделал дракона. Мы, кстати, на этом и остановились. Да, и мы как раз таки говорили о том, что у Камилы Кушка на самом деле похожа по механике на ульту Чугата по урону, но она может делать это намного чаще. Почему Чугата это ульта, а у нее это Кушка? Похоже, я что-то пропустила. Босс идет на Камилу, атакует крипов. Один на один она, естественно, драться с ним не может. Несмотря на то, что у нее по золоту все стало не так уж и плохо. Понимаешь, не так уж и плохо. Все-таки есть кел на Фраппи, в этом плане все файн. Ну, получается, Фраппи разогнал топ. Да. Долго доходит, знаешь, вот эта вот реверсивная история. Да, да. Понимаем. Ну, вот уже 13 уровня. Да, и когда он опнет 16, мне кажется, уже не смогут так Степану вместе с Сим Симом ходить по речке и говорит привет Номанс. Слушай, ну, собрал себе вечный холод. Есть уже палочка на АП, капля полная. Ну, кстати, вот тот самый Фраппи, да. Да, да, да. Зачем? Просто зачем? Можно просто Кушку дать. Если увидел, что попал, можно дать Ешку Авту и там будет минус. Правильно или нет? Я думаю, что да, но и в целом вообще не стоит так рисковать, когда тебе это не нужно делать, в принципе. Не знаю, мне кажется, он слишком агрессивно сыграл. Он хотел убить как-то, но недооценил тот урон, который Камилу может выдавать. Угу. Играя снова Босс Парамуки, дал ей Кухан усиленно, если не ошибаюсь. Так. И продолжает раздельное давление на нижней линии. Потому что давить одну линию с Кассадином и таким сильным ренектоном, естественно, смысла особо нет. Семь знаков темной печати есть. Ну, там, на самом деле, еще и Кассадин давит верхнюю линию, то есть на все три линии. Обязательно. Сантос давит Юолы, поэтому тяжело на это отвечать. Азир Кассадина ничего уже не делает. На миде Вальхалла с Сим Сином, конечно, могут матчить Фараппи и Сантоса, но как только начнется какой-нибудь экшен, либо на топе, либо на ботлейне, Сантос всегда сможет быстро сместиться, а вот Сим Син уже такого себе позволить не сможет. И размен всегда будет в пользу Unicorns of Flux. Да, и ни на одну из дней не могут ничего противопоставить. То есть, наверное, Е, все же самое близкое по золоту и по шансам 3 на 3, это все-таки, наверное, тройка на миде. Да, и когда ты играешь против Global Ultimate, а против TF, а, допустим, против Galio, ты всегда хочешь форсить экшен какой-то рядом с этим героем, потому что тогда он не сможет воспользоваться преимуществом быстрого перемещения и помочь команде. И, по сути, его Ultimate будет бесполезен. Так же из Galio, ты просто приходишь на мид, начинаешь говорить, вот ты... Сначала мы убиваем Galio, а потом уже идем на Кассадина и Длинниктона. Но в ситуации для UOL, за то время, пока они будут убивать Galio, то есть Control Play, там Кассадин уже пару товаров снесет, Рениктон тоже, потому что, чтобы убить сейчас ботлайн, даже команда UOL, нужно слишком много отдать, плюс там телепорт есть и у босса, и у Кассадина, он ованзу, поэтому... Тяжело же... И пока, друзья, пока, друзья, вы не перестаете, я надеюсь, спамить пиксельбобов, в чат. После такой замечательной аналитики во время этого Egea у нас, знаешь, происходит, у нас барон падает, представляешь? Барон упал, и UOL, и идут пушить теперь. 4-1 получается или как? 4-1 пока что, но на самом деле сейчас не 4-1, сейчас 2-3, двойка на миде и тройка на боте. Камила стоит соло пушит топ, пытается хоть один товар разобрать, забирает, но второй товару за эту игру. В случае чего Ромука сможет дать ТП на бот и помочь своей команде, но не то чтобы, мне кажется, он хочет просто до конца пушить топ-лайн, пока ему дают это делать. Согласен? Согласен? Давит четвером, нет, уже теперь в пятером. Почему, правда, по миду идут они по боту? Потому что быстрые крипы прошли, друзья. Да, скорее всего, это связано именно с крипами, плюс следующая пачка придет на мид быстрее, и когда она придет на мид, можно будет кого-нибудь оставить одного на миде, чтобы он баффал эту пачку, а самим пойти на боты и пушит бот-лайн. О, хороший Рут от Номад западает по Бель Магуайру и забирает его. Сразу после этого команда Unicorns of Love идет на нижнюю линию, и с пачками миньонов, коих не так уж и много, попытается здесь еще организовать Сантос, выпрыгивает появлением героя для того, чтобы просто заэскепить. Атаку оппонентов, да и в принципе все, с пачкой можно еще пройти. Длань Бароны еще долго будет длиться, нижний ингибитор точно забирают Юолы. Вопрос в том, будут ли они пытаться рискнуть и как-то эту игру закончить. Это зависит от того, какое количество убийств они смогут сделать, а босс врывается, грамотно перефлешивает оппонентов. После этого нажимает секундомер, забирается ингибитор на нижней линии, и Юолы пока на этом останавливаются, желая выйти, перегруппироваться, собрать некоторое количество предметов и только после этого уже приступить к дальнейшим действиям. И Номанс, возможно, получит как раз таки свой 16 левел в этой игре. Я не знаю сколько, а вот там немножко совсем смотри по полосочке xp осталось, там буквально процентов 10-15. И Касадин будет 16 левела, покупает себе Межай Номанс, знает что сейчас будет делать, он и что Межай лучший артефакт для него, потому что мне кажется количество убийств будет очень большим через пару минут от этого Касадина. И кстати, учитывая тенденцию Пентакила почти каждый день в Алл Цель, возможно, сейчас будет Пентакил от Касадина. Мне кажется, возможно такое. Слушай, давай пока не торопить события, потому что, ну, ты босса спрашивал, ты босса спросил? Готов ли Пентакил от Касадина? Слушай, тут босса на самом деле намного сложнее Пентакил делать, потому что все-таки Ренингтон не такой мобильный чемпион, и ему надо как-то... Ну, хотя с точки зрения того, что он кого-то одного может догрызть, да, пока Номанс будет со стальными разбираться, то это правда. Возможно, босс не позволит Номанзу сделать Пентакил в этой игре. А может и позволит. Так, ловушка. Я думаю, что скорее он ему не позволит, но... Тройная ловушка. Это решать не нам. Это решается, ребята. Ну и смотри, и контр-плей, они как бы, понимаешь, они и смарт-мув делают. Они такуют в четвером. Это то, чего никто не ожидает. Сушифровки кто в глаз вкуснее. И засада, ребята! Так, они знают. Засада! О, сон по троим сейчас пойдет! Сон по троим, и атака! Команда, ребята, бейт не удался! Бейт не удался! Бейт не удался! К сожалению. К сожалению, бейт не удался. А как они поняли? А как они поняли? Они просто чекали кусты? Или что? Почему они знали? А как они догадались? Ну да, но он кидал... Там фраппи еще подходил. Такое ощущение, что елы знали, что они там находятся. Ой, слушай, ну это, конечно, все очень здорово. Да, знали и не знали. Я не знаю этого, чисто говоря, икей. Но прочекнули. Мы с тобой констатируем только то, что видели. Правильно, как бы, увидели мы что-то не прочитали. Может, вард где-то стоял там на базе. Может быть, вард. Может быть, вард. Может быть, вард. Он у нас действительно решил прочекать этот куст. И такая ешка летит. Так, ребят, сейчас куст прочекаю. Может, что-то будет. И там по-троим оно попадает. И пошло-поехало. Очень хочет Номад забрать себе стрик, поэтому не торопится ребята заканчивать. Но, по-моему, стрик не забрал в итоге Номад, потому что у него был всего даблкил. По-моему, даже триплкил не оформился, потому что слишком был большой перерыв. И команда Unicorn The Love после джентльменской паузы, которую они дали коллективу Counterplay со счета 21-7 без особых проблем, заканчивает четвертую партию континентальной лиги весна третьей недели первого игрового дня с комфортным для себя итоговым игровым счетом 5-0. Да, отличная игра от UOL, без ошибок, да, и тут скорее стоит ошибки найти команде Counterplay, нежели UOL. Да. К сожалению, не удался вот этот вот трэп, который делался в кусте, сверху. Было сочно. Около то два, да. Но попытались Counterplay, они красавчики, молодцы, смогли поддержать хаос. А мы на сегодня, в рамках эфира континентальной лиги, прощаемся с вами, дамы и господа.